Каждый год, 21 мая, адыги, абазины, абхазы всего мира скорбят о своих предках и собираются, чтобы почтить память погибших в Кавказской войне. В Карачаево-Черкесии траурные мероприятия прошли в районах, где компактно проживают черкесы и абазины. А в столице республики состоялся митинг, посвященный 158-й годовщине со дня окончания 100-летней войны. Фатима Даурова подробнее. В столице памятные мероприятия начались с традиционного траурного шествия, в котором участники пешим ходом прошли от центра города до памятника жертвам Кавказской войны, установленного в Парке культуры и отдыха РТИ. Каждый год, не считая тех, что выпали из-за пандемии, участники шествия проходят километры пути в знак памяти и скорби жертв вековой войны. В траурном митинге приняли участие спикер парламента Александр Иванов, председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов, представители органов государственной власти, депутаты Народного собрания, делегации из городских округов и муниципальных районов, представители общественных организаций и духовенства, гости и жители Черкеска. Перед началом митинга представители духовенства совершили обряд дуа и молебен по погибшим в Кавказской войне. От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова к собравшимся обратился председатель правительства Мурат Аргунов. Особые потери понесли представители адыгов и абазинов. Многие из них лишились возможности жить на своей исторической родине. Мы скопим обо всех погибших в эту эпоху. Несмотря на общие потери, трудности, народы, участвующие в Кавказской войне, смогли сохранить свое культурное наследие до сегодняшних дней. Богатейшие национальные традиции, мудрости народов, искренняя любовь к Родине – все это является скрепами нашего духовного, культурного развития. Представители общественных организаций республики, поочередно выступая перед собравшимися, выразили солидарность в словах поддержки братскому абхазо-адыгскому народу и подчеркнули, что гарантией мирной жизни в родной республике являются гармоничные, добрососедские отношения всех народов, представляющих Карачаево-Черкесию. Я бы очень хотел, чтобы на нашей планете не повторялись такие войны. Я бы очень хотел, чтобы люди не голодали, чтобы они не умирали, а чтобы жили в мире и дружбе. Пусть всем тем, кто погиб в страшные годы, откроются врата рая. А всем живым желаю крепкого здоровья в столько лет, сколько отпущено Всевышним. Особенно эта война была трагична для адыгов, абазин и нагайцов. Множество горцев погибло не только в сражениях, но и покидая свою родину. Каждый раз, возвращаясь к трагическим событиям Кавказской войны, нашему общему историческому прошлому, необходимо отметить, что эта война не сломила волю и свободолюбие этих народов. Эта колополитная война оставила глубокий след в судьбах многих народов Кавказа. Но, несмотря на все испытания, на всю трагичность той войны, мы сохранили свой язык, свою культуру, наши абазара, доставшиеся нам от наших мудрых и мужественных предков. Особой болью трагические события Столетней войны, унесшие жизни миллионов предков, отзываются в сердцах нынешних потомков черкесов – абазин и абхазов. Вот у нас, в Горочаево-Черкесии, еще в каждом населенном пункте, где проживают черкесы, на кладбище стоит памятник жертвам Кавказской войны, который всегда напоминает нам об этом. А 21 мая – это действительно очень святой для нас всех день, потому что мы в этот день потеряли Черкесию, потеряли 90% своего населения, после которого они оказались в Османской империи и дальше разошлись в 50 странах мира живут. И для нас это большая трагедия и боль. И я хочу, чтобы больше ни у одного народа это не повторилось. Ровно в полдень участники памятного митинга, как и все участники траурных мероприятий по всему миру, почтили память жертв Кавказской войны минутой молчания, а затем подложили венки и живые цветы к памятнику в знак памяти погибшим в Кавказской войне. В знак скорби и солидарности с утратой целостности народа у адыгов принято поднимать левую руку. На протяжении всей истории, рука об руку, плечом к плечу, с адыгами рядом стоит братский абхазо-абазинский народ. Фатима Даурова, Ислам Рума, Вести. Корочаева, Черкесия.